Продолжаем программу Кировская область, Юрий Палех, Юрий Иванович, добрый день. Здравствуйте. Ну, я могу только сказать от себя, что, конечно, очень часто обсуждается, где находится город Киров в смысле развития инфраструктуры и услуг для граждан в сравнении с крупными передовыми городами нашей страны. И вот как раз умный проезд и использование банковской карты при проезде в общественном транспорте даже приводит в пример, потому что в Москве этим воспользоваться. У них свои карты есть, но банковской не оплатишь. Приводится как пример передового позитивного опыта. Это на самом деле передового позитивного опыта, на самом деле этого нигде еще нет. Вот здесь вот, ну, я думаю, сейчас мы уже Юрию Ивановичу слово дадим, потому что я, в принципе, уже как бы получилось так, что мы вот с Юрием Ивановичем встречались, помните, в Сочи, да, на фестивале «Вся Россия», когда вот эта тема была озвучена, и очень многие люди просто вообще не понимали, а почему это именно в Кирове происходит, а разве так можно было, спрашивают, да, вот разве можно было так вот все просто решить, Юрий Иванович? Почему все это в Кирове происходит? Ну, Киров достаточно передовой регион в части развития различных электронных сервисов, в части электронного правительства, наше МФЦ, один из лучших в стране и так далее. Если говорить об умном проезде, действительно, мы теперь реализовали возможность проезда, льготного проезда в общественном транспорте с использованием обычной банковской карты. Наверное, те, кто в эту тему более погружен, скажут нам, ну, так есть регионы, в которых можно оплачивать банковскими картами, там, и Санкт-Петербург, и в Казани льготники могут оплачивать именно банковской картой. Но у нашего сервиса есть принципиальные отличия. Мы не выпускаем какую-то специальную социальную карту жителя города Н. Мы, как изначально, вот действительно, с вами у истоков проекта стояли, когда его только задумывали, очень много общались. Наш сервис сам по самой обычной банковской карте национальной платежной системы МИР сам разберется, есть ли у человека льгота и каков ее размер. Вирштанину совершенно не нужно свою банковскую карту в какую-то информационную систему льготную, с льготными реестрами, либо программировать все валидаторы, внося эту карту в специальные белые списки, как у некоторых регионов реализованы. То есть социальная карта, она просто зашифрована. Либо в валидаторах всех автобусов, где есть определенный список хэшей карты, валидатор ее просто узнает и идентифицирует как льготную, и там прям физически зашито, что этот человек льготник, а значит человеку при получении этой карты нужно доказать, что он льготник, только тогда его запишут во все валидаторы. У нас все и работает принципиально по другому механизму. Мы реализовали действительно настоящий проактивный режим, беззаявительный. Вот как раз, Игорь Иванович, насчет проактивного режима, насчет проактивных услуг, мне кажется, надо еще раз рассказать, что это такое, потому что как раз это разница, которую не все пока понимают. Да, проактивный режим, термин вообще в принципе впервые появился в прошлом году в национальном проекте «Цифровая экономика». Президент поставил нам задачу все социально значимые услуги перевести в проактивный режим. Однако законодательство пока этот термин дальше не развивает, и пока реализуются различные пилотные проекты в различных регионах, и каждый по-разному из-за этого трактует понятие проактивность. Вот нам губернатор Кировской области поставил задачу, что проактивный режим, мы не должны никаких звездочек ставить, проактивный режим – это настоящий беззаявительный принцип. Например, умный проезд. Гражданин, если имеет право льготного проезда, то есть имеет строчку в государственной базе данных службы социальной защиты. У него там есть строчка в государственной системе, где написано, что он льготник, и на определенном типе общественного транспорта имеет определенную скидку. Теперь он заходит с банковской карты в автобус, и пускай система сама обратится в базу данных социальной защиты, поищет, льготник он, не льготник, есть ли там эта строчка, какой ему размер скидки положен конкретно вот этому виду общественного транспорта, и чтобы сервис дал команду банку, какой именно процент скидки применить вот к этим 26 рублям. Вот ровно так наш сервис и работает. Все, что нужно человеку сделать, это один раз обратиться в любой МФЦ для дачи согласия на обработку персональных данных. Обращаю внимание, здесь при обращении никаких справок, подтверждающих льгот, их приносить не нужно. Просто нужно прийти с паспорта в банковскую карту системы МИР, которую он будет применять. Доказывает, что он льготник, не нужно. Просто паспорт и карта, больше ничего. То есть надо просто прийти в МФЦ с паспортом, со своей банковской картой сказать, условно говоря, я хочу стать участником вот этого умного проезда. Да, мы запустили не просто умный проезд, мы запустили региональную платформу умные услуги. Это такая правовая среда, которая позволяет нам теперь в Кировской области делать услуги в проактивном режиме. Почему гражданину нужно обратиться в МФЦ с согласием на обработку персональных данных? Сегодня, как я уже сказал, законодательство пока термин проактивной услуги нигде не раскрывает. И закон о защите персональных данных, 152-й федеральный закон, говорит мне о том, что даже если человек является льготником, я без его согласия не имею права обратиться в базу данных соцзащиты и поискать его там, льготник он или нет. Пока вот он мне в явном виде на это согласие не даст. Таким образом, человек приходит не подтвердить какую-то льготу в МФЦ, чтобы включиться в платформу, а просто дать мне согласие. Ведь государственных информационных систем соцзащита, она не единственная, она одна из огромного количества государственных баз данных. И гражданин дает согласие не на умный проезд, а дает согласие на применение к нему умных услуг. Мы дальше эту платформу собираемся расширять, пополнять сервисами. У нас такая задача стоит, уже определенные задумки есть. Умный проезд – это лишь первый сервис, входящий в пакет умных услуг. Его согласие гражданина, которым будет давать, оно будет автоматически распространяться на все будущие, придуманные нами и переведенные в проактивный режим государственные услуги. При этом ничего подтверждать ему будет не нужно. Умный проезд – это первый такой сервис. Именно настоящий, без всяких там звездочек, мелким шрифтом, проактивный сервис. Мы поговорим обязательно про те сервисы, которые предполагаются ввести в умные услуги, но акцентируем внимание, что нужно прийти с паспортом и с картой системы «Мир» все-таки, да, и нужно прийти в МФЦ. 17 марта эксплуатация вот сервиса «Умный проезд» уже запущен. Но сейчас в связи с тем, что ситуация карантинная у нас везде, мы можем ли говорить о том, что в какой-то перспективе можно будет обратиться без личного прихода в МФЦ, или все-таки до сих пор нужно прийти в нынешнюю ситуацию, как сказалось. По данному сервису пока мы ведем именно очный прием по включению в базу данных проактивных умные услуги, потому что это, во-первых, наш первый опыт в регионе, и надо сказать, что это первый опыт по стране, ну, по той информации, которой я владею. Поэтому мы очень аккуратно относимся именно к пополнению системы и к получению согласия. То есть, безусловно, у нас есть в планах перевод дачи таких согласий в онлайн-режиме, но нам нужно быть уверенными, что наша система защищена, ведь это будут уже государственные услуги, это будут права граждан, интересы граждан. Мы должны быть уверенными в том, что наш сервис работает так, как нужно. У нас уже есть и проработки, что дать согласие можно и через банк, например, в момент получения карты. А через сервис госуслуги. А через портал государственных услуг. У нас такие вариации, они все эти... Там же идентификация довольно точная происходит на портале госуслуг. То есть, ясно, что это сам человек, это согласие. Да, то есть, у нас все эти проработки уже есть, это все технически несложно реализовать, но мы пока на первом этапе искусственно сузили вот способ пополнения именно базы данных и дачи согласия, потому что мы хотим быть уверенными в следующем шаге, что сервис работает именно так. Потому что опыт действительно первый, мы не хотим ошибиться, чтобы потом не вызывать всех граждан в второй раз, чтобы дать второй раз свои согласия. Ну, просто надо сказать, что даты и график включения в промышленном масштабе этого сервиса были запланированы, 17-го числа все началось, никто же не знал, что будет карантин и так далее. И поэтому мы информируем граждан, что онлайн-регистрация через сервис, например, госуслуги, это тоже в перспективе разрабатывается. Безусловно. Прервемся сейчас на 20 секунд и продолжим разговор с Юрием Палюхом, министром информационных технологий и связи Кировской области. Да, ну, кстати говоря, вообще мне вот лично нравится история, когда твоя идентификация и вообще твое подключение к этому сервису происходит с твоего согласия. Я пока что еще переживаю за всеобщее автоматическую цифровизацию и, безусловно, стою на позиции необходимости защиты личных данных как можно дольше во всех направлениях. То есть, выживляет чипы и полный контроль. Это пока что там не для меня. Здесь, насколько я понимаю, все-таки, даже вот если отбросить требования, как бы на самом деле проникновения какого-то в данные не происходит, потому что система работает так, что по большому счету твои персональные данные там не светится только вот срочка о том, что льготник либо нет. У меня вопрос к Юрию Ивановичу вот какой еще. Вот здесь несколько раз все делается акцент на карты системы мира. Другие карты других платежных систем планируется включать в этот проект? Нет, не планируется. Мы приняли для себя принципиальное решение, что это среда для оказания не каких-то бизнес-коммерческих услуг, это среда для оказания государственных услуг. Мы уже с вами имели не один опыт, не только мы, там различные крупные корпорации с санкциями, когда оборудование удаленно отключалось, использующие иностранные чипы, иностранные блоки управления. Мы при оказании государственных услуг можем оперировать и опираться на помощь партнеров только тех, кто преследует национальные интересы. Те, в ком мы должны быть уверены, в ком совершенно точно уверены контролируемые государством. Национальная платежная система МИР учредит, как мы знаем, Центральный банк России. То есть это, по сути дела, полностью управляемая и контролируемая государством платежная система. Она совершенно точно по определению преследует наши национальные интересы и заинтересованы в том, чтобы государственные услуги были переведены в проактивные режимы. Никаких здесь сбоев в системе мы не ожидаем. Поэтому мы принципиально выбираем именно национальных партнеров, национальную платежную систему. Еще вопрос такой. Вот те люди, которые воспользовались в промышленной эксплуатации, их немножко так смущает сейчас внешний вид билетов, которые они получают. Что это? Почему это так? Да. Сейчас на билетах в случае оплаты банковской картой больше не отображается, стоимость проезда. На самом деле, в соответствии с требованием, мы обязаны пассажиру сообщить в момент оплаты. В момент оплаты совершается договор на перевозку от одной остановки до другой остановки. И когда человек выходит из автобуса, этот договор прекращает свое действие. Соответственно, мы в момент оплаты должны сообщить человеку полную стоимость его поездки с точностью. Даже если со скидкой, вот именно 21 рубль стоимость. Не максимум 26, а 21. Валидатор у нас в автобусах работает в режиме офлайн. И это означает, что они соединяются с сервером, со своим, только в момент окончания маршрута. Таким образом, как я уже сказал, наш сервис работает, когда валидатор сообщает полную стоимость поездки в банк, а уже банк, процессинг банка работает в нашей региональной платформе, узнает, есть скидка или нет. Соответственно, в момент оплаты, так как валидатор в режиме офлайн ни о какой связи с банком, речи быть не может. Валидатор просто копит информацию. Соответственно, в момент оплаты валидатор не имеет никакой возможности узнать, сколько будет стоить оплата. Соответственно, мы стоимость с билетов убрали, и там появился вместо нее QR-код. Соответственно, наведя абсолютно любой, даже не самый современный смартфон на этот QR-код, открывается ссылка в интернет-браузере, наш также официальный ресурс правительственный, где уже как раз-таки будет написана стоимость поездки, которая ему полагается. Это 26 рублей, это 21 рубль, в зависимости от скидки. Соответственно, законодательство позволяет нам, как раз для таких случаев, часть сведений билета отображать в электронном виде. Соответственно, все реквизиты отображаются на печатном документе, кроме стоимости поездки. Стоимость поездки сообщается гражданину в электронном виде. То есть здесь законодательство полностью соблюдено, мы эту схему работы очень-очень заблаговременно согласовывали и с Роспотребнадзором, получили у вас согласование, выработали, как эта схема будет работать. То есть эта схема полностью легитимна. Она достаточно удобна, QR-код — это не какая-то инновация, но существует уже много лет как способ передачи информации, все достаточно давно уже к нему привыкли. Ну, привыкли уже, привыкли, да. То есть это история на слуху, она доступна уже любым смартфонам, нам кажется, что есть никаких сложностей, возникать не должно. — Я, как нельготник, могу этой системой воспользоваться оплатой проезда по карте МИР? — Конечно. Вообще, в принципе, сервис «Умный проезд» никак не ограничил людей правом оплаты стоимостью именно банковской карты, даже без сдачи вот этого согласия на обработку персональных данных в МФЦ. То есть абсолютно любой человек может продолжать платить безналичные формы оплаты труда, любой платежной системы. Просто если человек при этом будет являться льготником, сервис ему никакой льготы не насчитает, если он не давал согласия на обработку персональных данных, и, соответственно, по умолчанию будет списана полная стоимость поездки. Любой платежной системой можно продолжать без ограничения пользоваться. Но если вы хотите стать именно пользователем именно «Умного проезда», для того, чтобы сервис начал искать вас в базе данных социальной защиты, вычислять вам полагающуюся вам скидку, вам необходимо обратиться в МФЦ. При этом можно даже не быть льготником на общественном транспорте, дать свое согласие можно просто впрок, потому что, как я уже сказал, мы будем разрабатывать новые сервисы, которые будут проактивными. Чем больше граждан к системе будет подключаться, тем более быстрее мы будем разрабатывать новые сервисы, потому что нам их будет проще обучать, у нас будут граждане с различными жизненными ситуациями, нам будет гораздо проще разрабатывать все новые и новые сервисы. Сейчас для обращения в МФЦ никаких справок, подтверждающих льготу на общественном транспорте, проносить не нужно. Можно даже не быть льготником на общественном транспорте, МФЦ все равно у вас примет обращение, сервис все равно будет по вам работать корректно. Кто знает, может через два года появится какая-то льгота, и она уже автоматом будет... Вот именно для этого, то есть на перспективу впрок, можно обратиться в МФЦ, эта процедура очень быстрая, совершенно бесплатная, буквально пару минут в МФЦ нужно будет для этого провести. Еще вопрос, вот я пришел в МФЦ с паспортом, с картой мира, значит, когда я стану пользователем этой системы, то есть... Как быстро подключается? Как быстро это подключение происходит? МФЦ вносит ваше согласие в режиме онлайн, соответственно, вы обратились, вы выходите из офиса МФЦ, вы уже являетесь пользователем умных услуг, платформа умных услуг, и это происходит в автоматическом режиме. Единственная здесь особенность, СНИЛС, все же, кроме паспорта и банковской карты, все-таки рекомендую еще переносить с собой СНИЛС. Если его с собой под рукой нет, это тоже не беда, МФЦ этот момент запроса, СНИЛС запросит сам, но по межрежностному запросу ответ СНИЛС может занимать несколько часов, в этом случае вы не выйдете из офиса МФЦ счастливым участником платформы умных услуг. Так тоже возможно, но все же рекомендую СНИЛС тоже переносить с собой. Хорошо, какие еще тонкости стоит обсудить, и о каких тонкостях рассказать слушателям относительно этой системы? Тонкости мы как раз хотели бы узнавать у граждан. Мы уже провели горячую линию в четверг на прошлой неделе. Ряд доработок от граждан мы услышали, они достаточно интересные, мы взяли на карандаш и будем реализовывать. Например, сопровождающее льготника лицо, оно тоже является, оно тоже обладает правом при этом льготного проезда, но в базе данных социальной защиты не числится. Оно лишь подтверждает, что я буду сопровождающим лицом вот такого-то льготника, который самостоятельно путешествовать в автобусе, например, не может в силу физических причин. Например, инвалиды, да? Да. То есть наш сервис в самое ближайшее время будет также доработан и будет понимать и такую категорию пассажир, как сопровождающий льготника. Также здесь много вопросов возникает, как теперь компенсировать стоимость поездки, если работодатель компенсирует поездки в общественном транспорте, ведь раньше цена была, а сейчас нет. Мы сейчас будем работать над визуализацией вот той вот электронной формы стоимости поездки. Мы упростим способ. Мы сейчас реализуем, уже сегодня планируем ввести в эксплуатацию, мы реализуем кнопку отправить вот эту визуализацию себе на электронную почту, чтобы проще было билет там скачать, распечатать работодателю, принести. Мы наполним его реквизитами. Дата, время поездки, номер билета мы там тоже разместим, чтобы работодателю было проще ассоциировать вот эту электронную распечатку с билетом, с QR-кодом. При этом никто не мешает работодателю точно так же навести смартфон на этот QR-код и увидеть, ну, и доказать. Сколько денег потратил сотрудник, да? Да, то есть это все будет работать. Мы будем работать над визуализацией, над пополнением сведений, чтобы этот сервис был максимально удобным и комфортным для граждан. То есть мы здесь готовы любые предложения услышать. Также возникает очень много вопросов. А вот как сервис устойчив к злоупотреблению? Сейчас вот мы дадим согласие, и вся семья будет этой банковской картой кататься, например. И все будут кататься со скидкой. Ну, разрабатывая сервис, мы не считаем пассажиров по умолчанию жуликами. И сервис мы создаем удобным для пользования пассажирами. Естественно, раз такие вопросы возникают, значит, кто-то хочет злоупотреблять таким сервисом. Валдегра, вероятно, да. Но при этом нужно обратить внимание на то, что существует определенная ответственность за использование, за такого рода мошеннические действия. Самое простое из них, это человек является не владельцем банковской карты, а ее держателем. У него как минимум есть договор с банком, где запрещено передавать банковскую карту третьим лицам. Не знаю, готов ли человек из-за трех рублей экономии потом кататься в банк, восстанавливать свою карту, попадать в черные списки банковской системы и со временем вообще быть. Все банки начнут отказываться в обслуживании в случае нескольких подтверждений мошеннических действий. Стоит того риск трех рублей экономии или не стоит? Не знаю, я вот не уверен в этом. Наш сервис будет пополняться и сейчас уже разрабатывается контроль для таких ситуаций. Ну, это отловить такие ситуации очень легко, если вы будете заходить и банковская карта льготника отщелкивать всю свою дружную компанию одной банковской картой. Ну, наверное, между валидациями, между оплатами у вас будет очень маленький, короткий промежуток времени. В этом случае наш сервис будет давать скидку только на первый проход, все остальные проходы вот в течение нескольких секунд всех всю свою компанию провели, первый раз будет скидка, всем остальным скидка за считанную сервисом не будет. То есть там достаточно много интеллектуальных систем, которые будут контролировать за попытками как-то мошеннические действия совершать. Соответственно, все подобные ситуации будут сразу сообщаться банк, а банк уже в силу своей корпоративной этики работы с мошенническими действиями будет делать соответствующие выводы по этой карте. То есть мало того, что вы цели свои не достигнете, еще нужно будет сходить как-то разблокировать банковскую карту, еще объяснить, зачем ты это делал, разблокирует ли банк или нет, это еще тоже отдельный вопрос. Но мне кажется, если вы собираетесь расширять вот этот спектр услуг в рамках вот этой программы, то как раз вот эти защиты от жуликов, она необходима, потому что если здесь, скажем, экономия 2 рубля, то есть какие-то услуги, где по идее льготы гораздо крупней, и там тоже эту защиту придется к ним топором удалять. Так что вы проводите время с пользой, мне кажется. Конечно, это очень интересно, мы будем развивать эту всю историю и защиты системы, но мы все же во главу угла ставили удобство пользования сервисом. Если бы мы попытались создать сервис, который уже на борту устойчив к любому виду злоупотребления, наверное, его нужно было бы вообще, мы не нашли бы способ его вообще запустить. Поэтому мы запускаем сервис удобный для граждан. Пассажир, в нашем понимании, по умолчанию не жулик, а человек, имеющий право удобно пользоваться услугами. При этом, конечно, наш сервис будет устойчив ко всем этим историям. Я там всех секретов рассказывать не буду, но то, что лежит на поверхности, и все прекрасно понимают, что контролировать это очень легко, потому что все транзакции проходят через нашу платформу. Мы можем видеть и время прохода, и место прохода, и какой валидатор был. Сервис это все прекрасно видит, и лишние проблемы из-за трех рублей экономии, я думаю, что никому не нужны. Самая простая ситуация, понятно, что человек с определенными ограничениями, например, по здоровью не может метаться по городу с определенной скоростью, используя эту карту на автобусах, а сервис показывает действительно и маршрут, и скорость передвижения, и здесь могут возникнуть вопросы. Ну, конечно, пассажир, который, например, льготник, который обслуживает соцзащиты на дому, и физически не может из дома выходить, при этом исправно в 8 утра едет на работу. Едет куда-то, да, опять возвращается откуда-то. В 7 вечера исправно возвращается каждый день в будни с работы. Ну, наверное, это тоже должно возникать вопрос. Эти все сервисы, это контроль, это не новинка, там, вот попробуйте купить в каком-нибудь интернет-магазине, который осуществляется, там, признаки каких-то мошенничеств и действий. Банк блокирует такие транзакции. Я сам с такими историями сталкивался, нужно звонить в банк, называть кодовые слова, разблокировать транзакцию. То есть, ну, вот этот весь бэк-офис и вот этот процессинг выявления потенциальной мошенничеств и действий, он давно известен, и проблем технических реализаций никаких. А, то есть, вот я сразу представляю себе эту ситуацию. Если подозрительные операции, это будут отслежены системой, то есть момент оплаты непользовательной карты, этой карты, например, в автобусе билета, и если у системы есть вопрос, транзакция может не пройти и запросить код на телефоне, а телефон не твой, код где-то в другом месте, ты окажешься, если ты жуликоват в этот момент, окажешься... Только не надо на меня при этом смотреть, все говорят, ты жулик, да. Я опустила глаза в стол. То есть, ты можешь просто не оплатить. То есть, этот сервис достаточно быстро отстроится, скорее всего. Да, конечно. Юрий Иванович, такой вопрос, вот если такие данные, у вас сколько уже людей подключились к этой системе? Ну, пока говорить о статистике преждевременно, сервис всего неделю существует, поэтому я сейчас... Ну, а насколько активно происходит как бы подключение пользователей? Нет информации, да? Пока такой валовой, пиковой активности мы не наблюдаем, потому что, ну, по понятным причинам, сервис прежде всего интересен именно льготникам, потому что они имеют прямую выгоду от пользования сервисом. При этом льготник, у него сейчас есть транспортная карта. Право льгот периодически нужно подтверждать, там, для разных льгот, там, разные периоды. Соответственно, он будет приходить к нам в ФЦ за подтверждением льготы, чтобы ее продлить. Мы уже будем ему предлагать дальше не получать справки, ехать в какие-то другие организации, получать какие-то транспортные карты, а будем предлагать становиться участником умной услуги. Понятно, что ему это удобнее, велика вероятность того, что он будет на это соглашаться. То есть вот в процессе... Это, конечно, удобнее, потому что лишнюю бумагу с собой, так сказать, у тебя есть еще карта... Да, естественно, в процессе людей переориентировать на умные услуги. Сейчас уже есть обращения, не скажу, что это полгорода уже в очереди стоит. Это неправда, сервис мы только запускаем. У нас есть определенные планы по обеспечению лояльности нельготников этому сервису. У нас есть идеи, тоже пока раскрывать всех планов не буду, но предлагаю всем становиться участниками умной услуги, потому что платформа будет масштабироваться. Датча согласия на обработку персональных данных, оно обязательно, мы без этого согласия данным оперировать не можем. При этом, вот в отличие от льготных карт, государство не будет выгружать никаких баз данных льготников. Например, когда вы выпускаете социальные карты жителя города М, когда вы туда приходите, ведь ваш же банк проверяет, льготников вы или нет. Ну, задайтесь вопросом, а как он это делает. Вот во всех этих историях государственная база данных льготников выгружается на основании каких-то соглашений в эти коммерческие банки. Банки знают всех льготников посписочно, дальше там монетизируют, там реклама и так далее, вот оттуда всякие ссылки, там уведомления, реклама и все остальное начинает вам прилетать. В нашем сервисе база данных никуда из государственного периметра не уходит. Мы работаем с базой данных первоисточника, и она как была защищена государством, так и дальше защищена. Мы даем, причем это согласие на обработку первых данных, оно наносит больше такой технический характер. Мы и так знаем, льготник вы или нет. Но мы до конца будем соблюдать законодательство, и даже зная, льготник вы или нет, не имеем права обратиться к базе данных. Это значит, мы будем брать ваши согласия. Прервемся на полторы минуты, у нас реклама и продолжим разговор. Юрий Палюх, министр информационных технологий и связи Кировской области в студии нашей радиостанции Николай Голиков и Светлана Занькова. Мы говорим про систему «Умный проезд», которая запустилась в промышленном масштабе 17 марта. И еще раз понимаем, что сейчас, наверное, статистики по переводу в связи в том числе с коронавирусом, там, какой-то быстро растущий, говорить не приходится. Но система запущена и работает, и поскольку опыт большой у нашего министерства, то дистанционное подключение, наверное, не за горами. Вы несколько раз сказали, Юрий Иванович, что в эту систему «Умный сервис» будет заложено еще много платформ. И всю информацию каждый раз говорить и раскрывать не буду, но все-таки хотелось бы какие-то примеры или идеи услышать, какие, например, еще сервисы в эту систему имело смысл бы вводить, над чем вы работаете. Ну, мы сейчас работаем, ну, наверное, те услуги, которые мы собираемся проведить проактивный режим следующими, наверное, здесь они лежат на поверхности президента в своем послании обозначил перечень из наиболее востребованных, наиболее значимых социальных услуг. Там и выплаты за рождение ребенка, и за первого, за второго, за третьего, и различные социальные льготы, которые должны человеку предоставляться. И президент в своем послании поставил задачу, все перечень этих услуг должен оказываться гражданину максимально просто. Он не сказал проактивно, но думаю, что все должны прекрасно понять, какую задачу нам президент поставил. Эту же задачу нам ретранслировал наш губернатор, где он поставил задачу взять все эти услуги и перевести их в проактивный режим. Соответственно, ровно над этим мы и работаем. Компенсация за рождение первого ребенка, ну, наша платформа, по сути дела, любая государственная услуга, это просто какой-то конструктор правильной траектории запросов. Компенсация за рождение первого ребенка. Нам никто не мешает, например, обратиться по тем, кто нам дал согласие на обработку персданных в базу данных ЗАГС, посмотреть, родился. Можно каждый день опрашивать базу данных, осмотреть. Родился ребенок. Первый, второй, третий. Да, в базе данных ЗАГС появилась строчка. Дальше мы смотрим первый, второй, третий. Какой он по очереди, никаких проблем нет. Соответственно, дальше мы знаем банковскую карту, мы знаем все реквизиты, мы можем автоматически связаться с гражданином. Пока просто так вот заплатить человеку на банковскую карту сумму, пока законодательство не позволяет, но выявить таких людей в автоматическом режиме и какое-то уведомление направил, где он должен сделать какой-то последний самый шаг, мы совершенно спокойно сейчас можем в проактивном режиме. Соответственно, мы вот ровно над этими сервисами сейчас работаем и думаю, что они уже прям совсем скоро будут выводиться на тестирование. Именно поэтому я и предлагаю гражданам максимально включаться в умные услуги. Это полностью государственная платформа, персональные данные никуда, ни в какой коммерческий сектор уходить не будут. Это обязательное требование, когда мы создавали эту систему. Чем больше людей с разными жизненными ситуациями, социальными статусами к платформе подключится, тем проще нам разрабатывать все новые и новые сервисы. Понятно, будет запрос, объем вот этих запросов, да, и сразу же на самые актуальные массовые запросы мгновенно начинается работа над новыми сервисами. То есть правильно ли я понял, что вот просто вот некоторые моменты, которые пока отсутствуют в федеральном законодательстве, которые, в принципе, как я понял, прорабатываются, возможно, уже в этом году какие-то изменения будут, да, позволят взять уже ситуацию с рождением детей, то есть вот родился второй ребенок у человека, да, и он просто смотрит на карте плюс, бух, и денежки пришли. То есть технически вот именно это сделать сейчас с нашей платформы, с нашей конструкции архитектуры сделать ну совсем уже несложно. Мы уже совсем близки к этой истории, но даже зная, что не родился первый ребенок, зная реквизиты банковской карты, ведь он к нам с ней пришел, просто взять и перечислить ему деньги, пока законодательство не разрешает. Но при этом мы до вот этого барьера, до самого последнего можем дойти и просто человека информировать, что ему нужно обратиться в МФЦ, просто за вас мы уже все документы все заполнили, вам надо просто расписаться, и вам придет компенсация. Соответственно, дальше мы будем наш проект уже на федеральном уровне показывать и говорить о том, что вот Кировская область, например, готова уже, давайте мы вот в нашей части этот барьер-то приподнимем, потому что все от этого только выиграют, и президент такую задачу поставил. У нас хорошие шансы, мы здесь не пытаемся там быть впереди всех, мы просто говорим о том, что эти сервисы можно делать, для этого не нужны там огромные бюджеты, мы даже силами Кировской области, своими программистами такие сервисы можем создавать и готовы делиться опытом. Вот эта история про готовы делиться опытом, Николай же несколько раз сказал, что этот опыт на всех этапах абсолютно открыто вы озвучиваете. Ну, начиная с задумок, когда только речь шла о том, что это возможно создать. То есть это не история про соцсоревнования, какой регион лучше в этом смысле, это история важная для всей страны, и поэтому я так понимаю, что как раз эти технологии во всех регионах вы открыто коллегам предоставляете для того, чтобы распространить опыт максимально полезный на всю страну. Как вы это делаете, как этот обмен опытом происходит? Как транслируетесь на достижения? Вот сейчас у нас запустился в промышленную эксплуатацию сервис «Умный проезд», вот куда он ушел, там, федерация как его воспринимает, есть ли запросы из других регионов? Запросы есть, и не только от регионов, а от банков. Здесь несколько аспектов. Первое, когда мы запускали этот сервис, мы докладывали вот 11 марта губернатору о готовности к воду в промышленную эксплуатацию. Губернатор нам поставил задачу 17 марта ввести его в промышленную эксплуатацию, потому что ему понравилось увиденное, он убедился в том, что все работает, и поставил нам такую задачу. Показательно, что на эту встречу 11 марта инициативу проявила об участии национальной платежной системы «Мир». Сюда приезжал 11 марта, хотя это было для нас неожиданностью, но приехал директор Центра развития и разработок национальной платежной системе. Она присутствовала на всей этой истории, очень внимательно посмотрела, и в ФЦМ мы экскурсию провели. То есть федеральный центр прекрасно знает в наших разработках, о том, куда мы двигаемся, и это показатель этой истории, что представители Центрального аппарата мира здесь присутствовали 11 числа. Хотя, еще раз повторюсь, это для нас было неожиданностью, приятным сюрпризом. С другой стороны, наш сервис, он открыт для всех участников. Вот сейчас по умному проезду, ну, не знаю, коммерческая, некоммерческая тайна, мы этот сервис реализуем совместно с Сбербанком, то есть их эквайринг доработан, потому что именно он сейчас оказывает на общественном транспорте услуги эквайринга безналичные. Это не значит, что только карты Сбербанка можно платить любого банка. Главное, чтобы платежная система «Мир» была. Любой банк может быть, банковская карта любого банка может быть. Соответственно, наши форматы, обмена с нашей платформой умного проезда, они сейчас опубликованы, ну, как с МЭФ. Любая база данных общается с любой другой базой данных какими-то опубликованными, открытыми форматами данных. И, пожалуйста, подключайся, проходи этап тестирования о том, чтобы вопрос-ответ соответствовал форматам, и дальше все welcome. Соответственно, наша платформа умного услуга точно так же сейчас имеет опубликованные, открытые форматы обмена информации с ней. Любой банк, абсолютно любой банк, сейчас оказывающий услуги эквайринга в каком-то другом, в какой-то другой там отрасли, там, супермаркеты, аптеки, где угодно, вот он оказывает услуги эквайринга, пожалуйста, приходи к нам. У нас открытые форматы обмена с умными услугами. Мы ничего не продаем, это ничего не стоит. Приходи, тестируйся с нами и делай такую же историю на тех сегментах, где ты оказываешь эквайринг. Она абсолютно открытая, прозрачная. У нас уже есть там заинтересованность двух банков. По участии в этой истории, возможно, в ближайшей перспективе они перейдут как раз к разработке такого сервиса своей страны и придут к нам тестировать формат обмена. Я это только приветствую, это замечательно. Вопрос такой, вот смотрите, сейчас вот мы когда говорим про другие регионы, где издают все эти вот социальные какие-то карты, там проездные специальные документы, там, как правило, в этом участвуют коммерческие структуры. То есть коммерческие структуры, которые создают вот эти карты, создают эти правила игры и в том числе за это получают деньги. Ну, понятно, что им вряд ли обрадует появление какого-то такого, условно говоря, государственного конкурента. Не чувствуете этого ничего на этом рынке? Ну, наверное, ответ на этот вопрос будет достаточно простой. То есть технически-то реализовать это было, ну, не сложно. Но сервис с момента задумки до отвода в промышленную эксплуатацию на прошлой неделе, этот проект реализовывался где-то полтора года. То есть у нас, естественно, мы меняли сознание наших коллег из других органов власти, где вот, ну, есть силы привычки, есть транспортная карта, есть там компенсация за льготников, они вот привыкли уже много лет отмениваться реестрами. А здесь совсем другая философия. То есть мы даже внутри вот складывали вот это мнение по овным услугам. Мы работали с нашими партнерами банка, мы с Сбербанком тоже несколько раз менялся. Вот подход, у них было свое видение. У нас вот видение было, вот у нас была генеральная линия, мы вот делаем или так, или никак. Банк, вот он увидел, что это интересно, это перспективно, ведь это даст ему определенные, также конкурентные преимущества. Например, какой-то банк придет на общественный транспорт без умного проезда. Ну, наверное, ему, наверное, посложнее, потому что пассажирам удобнее пользоваться, когда есть умный проезд. То есть ты либо дорабатываешь, либо на этот рынок ты просто не сможешь обеспечить качество для пассажиров. При этом мы не сделали сервис под Сбербанк. Еще раз повторюсь, у нас формат обмена с платформой открыт, заходи любой, пожалуйста, если ты готов на этом рынке участвовать. Юрий Иванович, у нас остается полторы минуты до окончания эфира. И хочется прям... Каждый раз слушаю наше Министерство информационных технологий и связей. Хочется знать, кто эти люди, которые работают, разрабатывают эти сервисы в Кировской области. Это же все здесь происходит, прямо у нас на месте. Большая ли у вас команда? Из кого она состоит? Ну, у нас есть такое понятие, как цифровая команда. Что это такое? Это Министерство информационных технологий 21 человек и два наших подведомственных замечательных учреждений. Это вся сеть МФЦН, наверное, как уже известно, порядка 700 человек. И второй наш подвед, это наши IT-компетенции, все основные там сосредоточенные центры стратегического развития. Вот именно этот центр, там порядка 80 человек в численности, они занимаются различными сферами деятельности, они занимаются и сферой ГЛОНАСС, и дистанционным мониторингом земли, и деоинформационной технологией, все там, и разработка программ испечения, и электронное правительство, и документы обороты, и обслуживание деятельности МФЦ, и вообще всего электронного правительства. Это все у нас занимается, это подведственное учреждение, там очень сильные ребята, у нас коллектив сложился, вот именно они занимаются разработкой всех идей и задач, которые или я придумал, или губернатор нам поставил задачу реализовать, безусловно, какую-то важную социальную историю. То есть вот это наша дружная цифровая команда реализовывает все. Вакансии есть в вашей цифровой команде? Да, конечно есть. Вы привлекаете программистов? Да, мы привлекаем программистов, и в различных конкурсах, Катона мы тоже участвуем, ну и как государственный сектор обеспечить прям вот конкурентоспособную зарплату в каких-то крупных корпорациях, наверное, не можем, но берем ребята именно интересом в участии в этих проектах, потому что действительно интересно, и проекты затрагивают аспекты жизни вообще всех. То есть фактически они делают не только для граждан, они еще и для себя делают. Это безумно интересно, они получают очень большой опыт, и потом они просто нарасхват в любых корпорациях. Спасибо. Юрий Палех, министр информационных технологий и связи Кировской области, был у нас в гостях. Мы говорили о сервисе «Умный проезд». В Кирове дневной разворот завершен. Николай Голиков. Светлана Занькова. Всем хорошего дня. Не болейте. До свидания.